Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дональя. И сегодня у нас будет очень-очень глобально покупочное видео. Это покупка всей английской чистокровной породы для моего одного аккаунта, для девушки Кассандры. Для тех, кто не знаком с этим персонажем, расскажу вкратце. Кассандра девушка, которая обожает заниматься кроссом, а также скачками. Поэтому у нее самая любимая порода это английская чистокровная. У нее пока что всего лишь 4 английских чистокровных, плюс началка и бесплатная лошадь дня рождения. Да-да, тогда я ее получала еще бесплатно. И сегодня я хочу все-таки, чтобы сбылась та самая загадочная, непонятная для меня уже мечта, чтобы у нее была вся эта порода. Вот, вы можете видеть, что сейчас я сижу на светло-серой в гречку. Это лошадь дня открытых дверей. Также здесь есть вторая масть пега и гнедой, самый первый ее конь. И вот такой вот, по-моему, чубарый, если не ошибаюсь, масть называется. Вот такие вот лошадки. Они все первые 2-15, началка 15. А вот эти две лошадки, они еще не докачаны. Вот как-то не было возможности заходить их качать. Но, но персонажу уже довольно много, ну, не лет, хотя, может быть, и лет жизни создавала ее ради подарочной совы. Но у нее накопилось 6 317 старкоинсов. Мне бы такое количество на основной аккаунт. Поэтому мы устраиваемся поудобнее и лежи, седлаем своих коней и едем покупать всю английскую чистокровную породу на скидочную ярмарку. Ярмарка находится в конюшне Морланда и продлится еще некоторое время. Поэтому, имев такое количество СК и все-таки то, что у меня когда-то была мысль для этого дополнительного аккаунта, чтобы у нее были все англичане. Не знаю зачем, почему, но тогда я безумно прям хотела. Я качала этот аккаунт именно этой мыслью и с этой же мыслью я и покупала этому аккаунту лайв. Поэтому, да-да, welcome horses sale. И сейчас мы будем всех покупать. Если что, я зашла на английскую версию. Да, видите, тут все на английском. И мы будем покупать English Throat Bread. Кстати, интересно, что вот в этом магазине лошади сортируются. Да вообще, вот в таких магазинах, когда вы выбираете породу, лошадей сортируют по названию породы. И то есть, если в русскоязычной версии английская частаковная здесь на первом месте, то здесь она как бы вот по последовательности своего названия. Так. Ну что ж, давайте же начнем. Так, почему-то белая масть не отображается. Это очень странно. Значит, у нас есть вот эти две масти. И все. Надо будет еще посмотреть, какая масть в приложении. Я вот не помню, по-моему, Изабелла. Нет. В общем, надо будет посмотреть. Я, наверное, еще и лошадь из приложения куплю. Честно, вот вообще не помню, какая там масть. И есть ли она вообще. По-моему, есть. Так, давайте начнем. Вот такая вот лошадка гнидой масти с носочками. У меня она есть на основном аккаунте. Мы ее покупаем. Почему-то здесь я тоже хочу, чтобы это была кобыла. Это, наверное, единственная, как бы, одна из таких редких, в моем случае, лошадей, когда я хочу, чтобы это была кобыла. Так, и быстренько придумываем, какое имя дать данной кобылке. Вот и выбрала я имя. Данная кобылка будет гордая носить имя Храбрая Аура, Брейв Аура. Вот. И давайте ее посмотрим. А, нет, Грива была раньше. Гривы я им не меняю, так как мне нравится вот эта короткая стрижка для английской чистокорны. Я ее на шишки делать не хочу. Ну, может быть, воронома только. Но там посмотрим. Скидка сейчас очень хорошая. Они стоят 550 старкоинцев. Считайте, еще чуть-чуть пониже. И будет 400. И это уже, как бы, цена старых поколений. Так что скидка очень даже приятная. Приятная. Итак, покупаем лошадь. Да. Мы хотим купить эту лошадь. Здравствуй, красавица. Ооо, я смотрю на нее и мне очень непривычно. Потому что она, как бы, у меня на основе есть. А тут я ее еще раз покупаю. Так, отправляем ее в конюшенку. И продолжаем покупать английских чистокорных. Так. Так, так, так. Вот Гривы, конечно. Давайте посмотрим все-таки. Ну, тут просто такие очень простые Гривы. Они не какие-то супер особенные. Ну, вот. Даже шишечки как-то не хочется. Хотя. Ну, может быть, только если в Ираному шишки действительно купить. А всем остальным оставить. Хотя. Да, с шишками он как-то еще более гордо выглядит. Это будет у меня жеребец. Так, с учетом цены на прическу 569 старкойнсов у нас будет. Это будет у нас жеребец. Тоже взрослый. Так. Наверное, я хочу тебя как-то... Здесь лошадей мало. Хочу тебя как-то ночным назвать. Так. Ночной. Найт. Нинджа Найт. Знаете, а так я подумала, а мне нравится просто Найт. Да, конечно, Найт это в переводе ночь, как бы женский род. Но то, что вот и его будут называть просто Найт. Именно Найт. Меня это устраивает. Он такой просто весь черненький. Да, у него есть отметина. Как самая яркая звезда на носу. Вот. И два носочка, как светлых облачков в ночи. Не знаю. Хочу, чтобы он был просто Найт. Как-то продолжение мне не вяжется. Это сидела, думала. Нет. Он просто будет Найт. Так. Покупаем лошадку. Да. 569 у нас старкойнсов. Покупаем. Ой, какой ты прям темный, черный. Такой матовый. Прям такой матовый-матовый конь. Ну, здравствуй, дружочек. Отправляем тебя тоже в конюшню. И продолжаем покупать. Боже мой. Я привыкла так поступать со старыми породами, которые их удаляют. Но здесь, в этом случае, это очень непривычно. Так, английская числа так ровно у нас такая вот светло-серая. Даже мне иногда кажется, что она альбинос. Со стандартной прической. Хотя, вот она так няшно смотрится с этой гривой пушистой. Какая ты милашка. Если бы я не нажала на эту гриву, я бы ее и так и купила с шишками. Или с корешечкой. Вот в этом облике я вижу жеребца. Вот в этом облике я вижу кобылу. Что делать? Двух покупать не буду. Не-не-не. Давайте кобылку. Меня обычно на аккаунтах очень мало кобылок. Поэтому... Это будет у нас кобыла. Так... Кобыла взрослая. И... И-и-и... Сейчас тоже придумаем, подумаем, как ее назвать. Знаете, я очень быстро придумала ей имя. Ну вот просто посмотрев в список. Ну, я хотела ее ассоциировать с чем-нибудь таким сладеньким, наверное. Ну, как бы ласковым. И, в общем, эта девочка будет лунная конфетка. Мун кэнди. Мое не понравится. Она просто так мила. Это все освещение. Это освещение рассвета в ССО. Я уверена. Потом днем, когда я посмотрю на нее, она будет отличаться от того, что я, как бы, идеализировала тут все дела. Так, тоже покупаем. 569 с учетом причесочки. Так, взрослая кобыла. Да, все правильно. Покупаем. Уйди какая... А почему ты такой лопоухой мне кажешь? Скажи, пожалуйста. Уйди, здравствуй. Уйди, розовый носик. Он совсем чуть-чуть в розовый отдает. Так, опять же. Send to stable. И продолжаем тратить наши старковницы по скидке. Так, ну данный красавец у нас есть. Так, надо вернуть гриву всем. У нас остались, получается, всего две масти. Серый. И... Я плохо разбираюсь в породах. Но это Кремела или Изабелла? Наверное, это Кремела. Нет? Не знаю. Так, серый в гречку. Просто удивительная масть. Нет, чтобы в яблоко сделать. Это будет у нас... Ж-ж-ж-ж-ж. Не, ну ты не кобыл. Почему я смотрю на тебя и вижу в тебе кобылу? Что такое? Что за непонятки какие-то обычно, когда я смотрю? Ну, чаще всего темные лошади у меня... Как бы они... Темные лошади у меня чаще всего это... Жребцы, светлые лошади, кобылки. Ну, вот так вот у меня получается. А здесь как-то эта логика не работает. Так, тоже сейчас думаем, как её назвать. Максимально я постараюсь сделать разнообразие в именах. То есть на разные буквы. Вот. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Опять же... Да здравствует возможность выбрать одно имя. Нашла вначале Quessent. Это полумесяц, если я не ошибаюсь, с переводчиком. Джейд, это нефритовый. То есть нефритовый полумесяц. Но... Я смотрела мультик и фильм «Братс», и почему бы кобылку не назвать просто Джейд? Я считаю, это идеально подходит. Просто будет кобылка английско-честнокровная серия в гречку Джейд. Без изменения прически, с корешечкой, 550 старкоинсов. Так, кобыла. Взрослая, да. Так что просто будет у меня лошадь Джейд на этом аккаунте. С отсылкой на имена по «Братс», наверное, по мультикам «Братс». Да. Покупаем. Здравствуй, Джейд! Она прям... Да, это прям вот оно. Прямо Джейд. Я смотрю, такая мордашка Джейд. О, это так мило. Send to stable. Конечно же, обратно. И мы продолжаем тратить наши старкоинсы. 4 тысячи осталось. Ну, зато, кстати, мечта жизни для этого аккаунта и сбылась, по сути. Так, здесь у нас... Ну, давайте, Кремела я это буду называть. Вот тут сложно, потому что цвет гривы такой не в светлый больше, а в тёмный идёт. И мне очень тяжело... Тяжело... Что же, какую прическу ей выбрать, ему, ей? Наверное, корешку всё-таки. Ты будешь у нас жеребец. Взрослый. Подумав. Подумав, подумав. Окончание Вэли. Мне очень нравится. И... Ханни Вэли. Медовая долина. Даже если ты жеребец. Не важно. Ханни. Мёдик. Это будет Мёдик-личечка, наверное. Не знаю. Но Ханни Вэли мне нравится. Можно было бы ещё, конечно, сыграть на рифме Хали Вали. Но я не знаю. Здесь есть что-нибудь такое? Начинаешься на Ва. Так, где? Вот. Ванила. Вариант. Не. Не-не-не-не. Даже всё не ищем. Ханни Вали очень... Прикольно звучит. Так. Это у нас жеребец. Взрослый. Прическу не меняем. Покупаем. Я почему сейчас не визжу, как обычно, после покупки каждой лошадь? Я это сделаю, когда зайду на конюшню. Вот в самом конце я зайду на конюшню, у меня упадёт челюсть, и вот я буду счастлива. Ой, какой красивый... Голубой цвет глаз. Он из синего в голубизну. Очень красивая лошадка. Но мне кажется, что на этой масте очень сильно видны все связки, вены, выступы, на мордочке. И мне кажется, он как-то старит. Эта мастя его. Сенту стейбл. Так. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы искупили всю, всю, просто всю породу. Сейчас ещё нужно проверить приложение. Мне кажется, там кто-то есть, но я, честно слову, я не помню, какая там мастя. Так, гнидой, вороной, светло-серый, ещё один гнидой, чубарый, серый, гречку и ремел. Всех. Так, ну, сейчас мы поедем к себе на конюшню, а я тем временем загляну в приложуху. Да, действительно, есть в приложении ещё одна лошадка, английско-чистокорная. Как я могла забыть, что это рыжая масть с проточенной на мордочке. Поэтому сейчас я её быстренько куплю, и мы уже отправимся смотреть в конюшню. Как вообще выглядит теперь конюшня, сколько там коней одной породы. Итак, лошадку будут называть Miracle Time, время чудес. Не знаю почему, но очень мне понравилось имя. Мы покупаем. Я всегда, когда покупаю лошадей из приложения, сравниваю количество ЛСК и смотрю, чтобы их списали. Так, купить. 850. А-а-а, да. Только лошадка из приложения будет у нас без скидки. Ну, благо у нас 3500 старкоинзов. Мы можем позволить себе это на этом аккаунте. Ладно, раз уж скупать всю породу, то скупать её всю разом, а то потом забуду, и этот конь никогда не окажется у Кассандры в конюшне. Купить. И вот у нас списали старкоинцы, и всё, мы счастливы и довольны. Идём на конюшню смотреть всю английско-частокровную породу. Боже мой! Боже мой! Так, надо вас как-то распределить, да? Все влезли. Даже место осталось на какую-то ещё одну лошадь. На какую-то ещё одну лошадь. Это супер. Это супер. Также у нас лошадка... Вот я вот так вот чистокровную сюда перетащу. Лошадка из приложения у нас сразу 10 уровня. Вот они. Вот они, вот они все. Вот они все красавцы-то какие. Так. Значит, у меня очень много недоустков накопилось, так как лошадей на этом аккаунте мало было. Мы сейчас будем раздавать недоустки. Так, ну, наверное, Брейфаура вот так вот. На тебе есть Миракл Цайм. Ты гордо будешь носить на себе... Какую? Наверное... А, я думала, есть какая-то зелёная у меня. Или зелёный какой-то недоусток. Но нет, я ошиблась. Кстати, да, надо ещё решить. Ты вообще кобыл или жербец? Потому что через телефон-то, по-моему, это не решается. Там только ими даётся. Фиолетовый. Ты будешь носить фиолетовый недоусток. Он такой симпатичный. Так-так-так-так-так-так. О, боже мой, вся-вся-вся-вся порода. Вся порода. И мне кажется, у неё не хватит недоусток. Так, Джейд. Красавица моя, ты будешь носить... Давай голубой. Не симпатичный, блядь. Монкенди. Ну, конечно же. Как же кенди и без розового недоустка? Она такая плюшевая за счёт этой гривы, кажется. Вот она единственная у меня с такой гривой. Здесь среди всех англичан. Так. Найт. Здравствуй. Ты синий недоусток будешь носить. И... Всё? У меня недоустков чётко. Прямо просто... Как и на подбор. Все в недоустках будут. И, Ханнивэли. Здравствуй. Тебе остался вот такой вот розовый недоусток лареты по заданию. Всё. 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 У меня хватило недоустков. Я из-за этого больше переживала, что... Ну, либо останется недоусток, либо их не хватит. О, а всех потом качать-то, конечно же. Именно качать лично, потому что... Ну, во-первых, лошадей-то не так много. Плюс прокачка сейчас и стало проще. Ну, и буду, если что, себе там помогать последние... Там, несколько уровней. Там, последние три или последний уровень за СК на этом аккаунте покупать. Так как он у меня основной. Одежда здесь есть. Образ есть. И я пока больше ничего не планирую покупать. Тем более, всё. Всё. Цель комплитата. Цель выполнена. Вся порода скуплена. Боже мой. Боже мой. Со всеми вами я буду бегать на чемпионат. Баронессы. Тренировать вас там. Просто... Просто... Сколько работы. Сколько работы нужно будет. Я подбегаю даже к Dark Blaze. Как будто я его только что купила. Однако, он уже 15 уровень. Боже мой. Божечки, божечки. Божечки. Как я рада. Как я рада. Я очень сильно рада. Я... Я... Да, да, да. Я безумно счастлива. Анимация бега на месте. Ой. Да. Нужно будет решить, кого качать. Но, наверное, я вначале докачаю благородный алмаз. Кстати, да. Тут такая разница с именами. Вы заметили, что... Вот мой первый англичанин. Потом две алмази с одной открытой дверей. Они только названы на русском языке. Ну, потому что мне было неохота выходить из игры. Переключать язык на английский. Вот. Но, по идее, я хотела, чтобы все были с английскими именами. Но так и быть. Благородный огонь. Бодрая авантюра. И благородный алмаз. У меня очень много благородных. Благородный огонь. Благородный алмаз. И бодрая авантюра. Нормально. Подойдет. Подойдет, подойдет. Так что, да. И так как все. Лошадей теперь много. Их немало. Их нужно будет качать. Лайф есть. Мы еще и покупаем максимально за 210 старткоинцев уход в конюшни. Я вообще решила, что на всех доп аккаунтах, у кого много старткоинцев и много уже лошадей достаточно, нужно покупать уход. Так как одежду я всем уже купила, им нужно только уровни качать, лошадей им хватает, больше никого не надо. Ну, вот, пожалуйста. У меня еще даже осталось почти 2500, вот в субботу будет 2500 старткоинцев. Так что, вот такая масштабная глобальная закупка лошадками сегодня была в этом видео. Я хочу сказать спасибо, что вы были сегодня со мной, наблюдали. Если у вас какая-то масть из английских чистокровных или же никакой нету, может быть, кто-то из вас такой же ненормальный, как я, только не на доп, а на основном аккаунте скупил всю эту породу. Ну, или, может быть, почти всю. Напишите, пожалуйста, обязательно об этом в комментариях. Я с радостью почитаю, какая у вас любимая масть среди данных лошадок. Занимаетесь ли вы также на них кроссом, скачками, или же, может быть, у вас больше в приоритете конкур или выездка. Обязательно расскажите о своей английской чистокровной лошадке в комментариях. Ну, а на этом все. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Когда я успела накопить эти 6 тысяч? Зато теперь я их всех потратила. Зато с конями. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!